В Новом Уренгое участников голосования по поправкам в Конституцию ждут на избирательных участках. В городе их 39. Напомню, голосование продлится по 1 июля включительно. Специалисты территориального избиркома просят горожан и гостей газовой столицы по возможности проголосовать заранее и не затягивать до последнего дня. Это поможет избежать большого наплыва людей в помещениях участковых комиссий и соблюсти необходимые меры безопасности. О ходе первого дня общероссийского голосования расскажет Юлия Шаркова. Вот он и наступил. Первый день голосования за поправки в Конституцию России. Избирательные участки открылись в 8 утра. Все как положено. На полах нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. При входе волонтеры обязательно измеряют температуру тела бесконтактным термометром. Здесь, в 11-й школе, за 2 часа работы участка номер 626 проголосовали 6 человек. Первый день на часа хорошо. Мы открылись. Работаем с 8 до 8. Люди уже идут. Также всех приглашаем голосовать. На входе работают волонтеры. Меряют температуру, обрабатывают руки, выдают перчаточки, ручки, маски. И приглашаем уже, собственно, голосовать. Выдаем бюллетень. Также паспорт на дистанции. И все. Подписываем и выдаем. На этом участке есть возможность проголосовать жителей 8 домов микрорайонов Советский, а также трех дачных поселков. Остальные жители Советского проголосуют здесь же, в 11-й школе, но на соседнем 625-м участке. Явка с утра примерно такая же. 5 человек. И наблюдатель процессом пока довольна. Использовать свое избирательное право. Чтобы каждый гражданин мог осуществить свое право и смог проголосовать за поправки. В Новом Уренгое 39 постоянных участков. Все они открыли свои двери для избирателей. Но в этом году появилась возможность проголосовать на дому без дополнительных заявлений или каких-либо уважительных причин. Единственное обязательное условие – человек должен проживать по месту прописки. Предлагаем вам позвонить в участковую избирательную комиссию и пригласить к себе членов комиссии на дом. В этом случае не требуется никаких уважительных причин, никаких объяснений. То есть любой человек, независимо, молодой он, пожилой, здоровый, маломобильный, он может пригласить к себе членов комиссии. И проголосует он и все члены его семьи. Подать заявку на домашнее голосование можно по телефону своего участка. Номера указаны на сайте городского избиркома. Ежедневно с 17 до 20 часов члены комиссии будут ходить по квартирам. На этот 613-й участок, где голосуют жители улицы Сибирской, уже поступило порядка 70 заявок. В санитарный пакет состоит бюллетень, заявление о голосовании вне помещения, маска, перчатки, ручка и спиртовая салфетка для обработки. Избиратель голосует, выходит из квартиры, в урну, в перимесной ящик опускает бюллетень и в такой же пакет ложит члену комиссии заявление. Но не все, конечно, вызывают членов избиркома на дом. Первый же день голосования ближе к обеду жители Нового Уренгоя начали приходить активнее. Подключились и городские депутаты. Сегодня каждому из нас предоставлена уникальная возможность выразить свое мнение за поправки в Конституции. Вообще, Нового Уренгоя всегда были очень с высокой активной гражданской позицией. И всегда все такие значимые для страны мероприятия мы очень дружно принимали участие с высокими показателями. Есть определенные опасения у граждан по поводу безопасности. Я сама только что проголосовала, могу сказать, что очень высокая организация, что соблюдены все нормы санитарных требований. Никакие дополнительные меры, голосуя по месту прописки, не нужны. С собой необходимо взять только паспорт. Я всегда стараюсь занимать активную позицию в жизни города и страны. Поэтому, как только были открыты, открыто время для проведения голосования, я решил отдать свой голос. Каждый человек должен прийти и сделать свой выбор, какой бы он ни был, или за, или против, но нужно прийти и свое мнение все-таки высказать. Члены избиркома советуют не откладывать процесс голосования до последнего дня, а сделать свой выбор по возможности раньше. Мы, конечно же, хотели бы, чтобы наши новоурендуйцы в течение этой недели максимально проголосовали, чтобы 1 июля у нас на избирательных участках было не очень много людей, чтобы мы не создавали большую концентрацию людей в одном месте, потому что ситуация, скажем так, еще у нас напряженная в связи с распространением инфекции. Временный участок для голосования будет образован в городской больнице, но он будет работать только 1 июля. Проголосовать смогут граждане, находящиеся там на лечении. Члены комиссии с переносным ящиком обойдут все корпуса, кроме тех красных зон. Юлия Шаркова, Антон Берестянский, Владислав Еремин. Служба новостей «Импульс».